Продолжение следует... Продолжение следует... Что переводится как церковь Троицы, Святой Троицы. Вы видите опять же военные напротив. Что еще хотелось бы сказать, когда мы сюда приехали. Это то, что все люди поголовно носят маски. То есть хотя в самом Бостоне не введен обязательный масочный режим. но люди все равно все ходят в масках, на улице, не на улице, везде. А самое интересное, что они в них бегают, ездят на велосипеде и занимаются прочей противоречащей здоровью хренью. Да. То есть я не могу понять, как, допустим, платок может избавить человека от соприкосновения с коронавирусом, потому что, насколько мы знаем, нужен контакт в 2 метра с больным человеком, 2 метра. И по исследованиям ученых, коронавирус погибает на солнце через 15 минут. Это, к слову, о карантине, когда вас всех заперли в темных душных квартирах. Вы не раз спрашивали, так почему Трамп всем им не скажет, что это фейк? Так вот, попробуй, скажи этим городам, Бостону, Нью-Йорку, Филадельфии, Вашингтону, Ди-Си даже, они все невменяемые. Ну вот обратите внимание, допустим, люди на мопедах и они тоже в масках. Но самое интересное, что эти маски они сами сшили из каких-то губок, из чего-то еще непонятного. И такое ощущение, что эти люди, допустим, не слышали такую информацию, что маска перестает работать, медицинская маска перестает работать где-то через час. Час-полтора рекомендуется уже что-то делать с этой маской, либо ее выбрасывать, выкидывать и так далее. И очень часто замечаю, что у людей на лицах какие-то собственноручно сделанные маски, уже такие грязные-грязные, в общем, не стиранные, в буквальном смысле, какие-то намордники. Вот такая у нас ситуация и обстановка. Бостон является не только историческим центром Соединенных Штатов Америки, но и сам по себе очень интересный с архитектурной точки зрения. Посмотрите, какая башня стеклянная рядышком с историческим зданием, с исторической церковью. Это, конечно, выглядит очень-очень красиво и любопытно, но Бостон не избежал тоже серых тонов, серых красок. В его зданиях, потому что, если мы, допустим, направим на другое здание, то вы увидите, что все достаточно мрачно. С этим мы уже давно сталкивались и обсуждали в других роликах, что где зима, как правило, предпочитают какие-то серые-серые угрюмые тона, которые будут подчеркивать долгие-долгие зимы. Красивейшие здания города Бостона, его церкви. Сейчас, что хорошо, что не так много людей. Обычно здесь, в центре Бостона, очень-очень-очень много народу. То есть, в буквальном смысле, все запружено народом, толпами, все улицы. А сейчас достаточно свободно, легко, просторно, дышится легко. Старые дома города Бостона. Почему я снимаю именно с этого ракурса? Потому что, когда это выглядит внутри района, не так отчетливо видны эти дома. А здесь они как будто бы на краю, на краю чего-то, но в данном случае дороги. И мы видим полную картину этих домов. Как они выглядят, на что похожи. В самом центре города Бостона протекает река по имени Чарльз. Вот такая она красивая. В предзакатных красках. Очень много людей приходит сюда полюбоваться закатами, рассветами. Зима здесь очень-очень долгая, очень холодная, очень суровая. Здесь очень много пасмурных дней. И поэтому люди ценят солнце, ценят небо голубое. И стараются прийти сюда и полюбоваться этим прекрасным зрелищем. Сколько людей. Конечно, контакт с солнцем, с водой, с природой, он присутствует практически во всех городах Соединенных Штатов Америки. То есть нет таких городов, где бы этого не было. Я вот, допустим, приехал с мексиканского города Гвадалахара, где был совсем недавно. И там, конечно, с этим очень-очень туго, очень проблематично найти что-то, с чем можно было бы соприкоснуться и наполнить себя божественной красотой. Вообще, этот залив и этот район называется Бэк-Бэй, задний залив, лол. А то, что вы видите через реку, это уже Кембридж. В нем находится знаменитый университет. Но здесь это очень часто бывает. С одной стороны залива или реки один, город, а с противоположной уже другая административная единица. Хотя, по сути, это один город. Мост Longfellow, по которому ходит электричка, subway, метро. В общем, поезд. И посмотрите, какая интересная подсветка. Как вы сказали, где-нибудь в Новосибирске метромост. Да. Очень-очень красивый метромост. Сейчас новый стиль постройки зданий высотных. Посмотрите. Что интересно, такие конструкции я видел уже в Атланте, Джорджия. Сейчас в Бостоне. То есть, это какие-то такие огромные-огромные гиганты с вынесенными вперед вот этими блоками, металлическими блоками. Как вы видите сейчас. Это очень-очень популярно сейчас. Раньше это делали из каких-то заводов. То есть, оставшихся без производства. То есть, переоборудованные. А сейчас я так понимаю, что этот стиль подхватили и стали уже делать специально. Потому что этой конструкции изначально здесь не было, насколько я помню. Потому что я в городе Бостон жил. Все это видел. И это я уже вижу, что это новодел под старые какие-то мануфактурные здания. Вообще, город Бостон очень-очень индустриальный. Несмотря на то, что очень много реноваций. И в принципе, Бостон пытается стать чем-то другим. Но все равно старые элементы старого индустриального прошлого. Они буквально выпирают отовсюду. И что еще мне нравится в этом городе больше всего, это то, что очень много всяких водных артерий. Посмотрите на старое здание, которое немножко переоборудовали. Буквально соединили новый хай-тек. Современный стиль. Пластик, металл, стекло со старым кирпичным остовом. Который остался от старого здания. Вот вы видели, там вывеска конверса. И старый остов старого здания остался. И вообще, путешествуя по этим городам, ты понимаешь, насколько они были индустриальными. Даже уже по истечению огромного-огромного количества времени, все равно что-то выпирает ржавое, страшное, огромное, гигантское. Вид отсюда очень хорошо показывает современный Бостон. Если мы не будем брать какие-то старые районы, то примерно Бостон отстраивается вот что-то вот в такое монолитное, гигантское, огромное. Я специально вам пытаюсь это обрисовать, сделать такую небольшую зарисовку, чтобы вы прочувствовали, во что перерождается Бостон. Он буквально скидывает с себя старую шкуру, старые архитектурные застройки. Этого остается все меньше и меньше и превращается в что-то гигантское, монолитное, страшное и огромное. Но исторические районы, они, конечно, преображаются тоже, но они больше становятся для каких-то богачей. Потому что остановиться в том же Бекон-Хилл, по-моему, Бекон-Хилл район называется, правильно? Вот, очень дорого стоит. Это уже дорогой район. По поводу того, насколько люди соблюдают порядок, законы. Вот вы видите, здесь висит знак, в переводе нет рыбалки, перечеркнутый. И там у нас люди ловят рыбу, ловят рыбу. Вот видите, огромное-огромное их количество пытаются что-то поймать. А рядышком рыба уже сдохла. Судя по всему, здесь нельзя ловить рыбу, потому что вода очень грязная, мутная. Но это и понятно, потому что здесь промышленность, производство, дорога и все-все-все остальное. Вот видите, какую огромную рыбу поймали. И что здесь можно поймать? Очень интересно, просто гигантское. Видите, что можно поймать в черте города? Классно. Здесь же значок нет рыбалки. А вода мутная, вот вы видите, что она с такими пятнами. Масляными. Ну и еще немножечко о законах. Кстати, вы видите и наблюдаете впереди обелиск. Практически такой же, как в Вашингтоне, Ди Си. То есть в их столице. В Бостоне тоже есть обелиск. Вы видите, что здесь прогулочная площадка для собачек. Люди, конечно, за собаками убирают. Но такие подарочки, они остаются здесь надолго. Судя по всему, подразумевается, что это кто-то должен прийти убрать. Но насколько я вижу, по пакетам лежат они здесь очень-очень давно. Но, вот видите, там уже что-то засохло, умерло. В общем, друзья, люди везде одинаковые. Люди везде одинаковые. Люди везде ведут себя одинаково. Я получаю огромное удовольствие, стоя под этим мостом. Потому что я родился тоже в индустриальном городе. И впитал с младых ногтей, в буквальном смысле, все эти поезда, эстакады, мосты, какие-то дома, стройки. И знаете, сколько я путешествую, я постоянно подмечаю за собой. Что вот как зайду под какой-нибудь мост, увижу вот эту панораму на стройку, там на какие-то огромные дома и так далее, и так далее. Что-то внутри прям такое шевелится из детства, прям вздрагивает в буквальном смысле. Поэтому в свое время, когда я посетил Детройт, который очень сильно отстраивается. И там тоже есть дух перемен, дух строительства, подъема какого-то. Я тоже находился в каком-то одухотворенном состоянии. Это, конечно, здорово, это классно. Я, в принципе, пытаюсь вам передать дух города, как он строится, как он отстраивается. Потому что по центральным районам, я думаю, вас уже прогнали все блогеры. Вот. Остается только вам показать какие-то такие моменты. Вот он, звук апокалипсиса приближающегося. Так отдыхает молодежь города Бостона. Вы видите, оборудована площадка под эстакадой. Люди кучкуются, на скейтах катаются, кто-то на роликах. И все это напротив каких-то промышленных объектов. В общем, потом они, конечно, переедут в какой-то город. Им западет в душу именно этот индастриал, и они к нему будут тянуться. Вот вы видите. Сейчас я немножко приближу. Вообще, блогерам, которые вещают про всяческие общественные пространства, здесь бы понравилось. Но, повторюсь, на мой взгляд, здесь нормально, но ничего распрекрасного, вот хоть убей, не вижу. Я в Бостоне. Нужно поймать дух этого города, прочувствовать его. Вот мне, допустим, прикольно здесь гулять, прикольно здесь ходить, видеть этих людей, потому что я провожу некую ассоциацию. Вот как я бы здесь жил, как я бы здесь катался на скейте, когда я был маленький, там совсем молодой. А напротив, в три ряда, даже в четыре, ездили бы вокруг машины, потому что, наверное, камера не передает всей фантасмагоричности этой картины. Потому что, вот посмотрите, четыре ряда эстакад, да, и они буквально окружают эту площадку. То есть, вокруг машины, машины, машины. И такая гигантская тоже машина. Я уж не знаю, по молодьбе какой-то гальки, гравия, я не знаю, чего еще. Вот. И здесь своя, конечно, атмосфера, свой какой-то определенный дух. Мы уже находимся на стороне Кембриджа. Как вы знаете, через реку Чарльз, уже Кембридж. Перед вами музей науки. Вот, это башенка. И самое интересное, что я хочу сказать, мое последнее наблюдение, что мне нравятся выпивающие люди. Потому что выпивающие люди самые трезвые. Вот. Потому что в маске выпивать невозможно. И поэтому в данной ситуации, в общем, выпивающие люди, они самые трезвые в это время. Вот. И в принципе, во всем есть какой-то смысл. Во всем есть какой-то смысл. Я помню, кто-то сказал из приближенных Адольфа, из автобиографии, что если бы этот человек продолжал выпивать, а как мы знаем, Адольф отказался от употребления пива, то, наверное, никакой бы Второй мировой войны, может быть, и не было бы. Все было бы гораздо-гораздо мягче и человечнее. То есть, просто я не призываю вас к выпивке, но вот такая интересная зарисовка и такие интересные мысли. Посмотрите на эту прекрасную картину. Как вы видите, луна, которая просвечивает через эти облака. Или какой-то сумрак наступающий на этот город. Мост. И дома, 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 дома. И люди, которые расположились на травке, на лужайке, и просто по-тихому бухают. Знаете, друзья, мне сейчас пришло в голову, почему все города, в которых есть зима, есть серость, холод, обладают такой серой застройкой, то есть какими-то серыми цветами. И вдруг, вдруг до меня дошло, что на самом деле, когда погода серая, мрачная, то и дома должны быть серыми, мрачными, сливаться с погодой, которая вокруг тебя. Чтобы человек уходил в себя, в свое ощущение этой реальности. Потому что ощущение реальности в человеке всегда намного прекраснее любой какой-то яркой застройки. То есть таким образом нас просто отключают от внешних каких-то строений, чтобы мы ушли в себя. То есть чтобы произошло такое слияние общей серости с серостью домов, и мы были бы выключены из внешнего мира и погрузились бы в свой собственный. Вот, наверное, я нашел такой ответ на свой вопрос. Почему так? Потому что по моей логике мне казалось, что на самом деле там, где есть зима, дома должны быть яркими, красивыми, насыщенными красками и так далее. Вот такой ответ я для себя нашел. А вы можете написать свои размышления на данную тему, почему так происходит. Притом, при всем, когда ты приезжаешь в какие-то места, такие как Майами, Гавайи и так далее, там больше каких-то красочных, интересных домов, насыщенных разнообразными красками и так далее. Хотя вокруг солнца и зелень и все остальное. То есть все должно сливаться в общую гамму, чтобы не мешать тебе медитировать над этой реальностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...